Друзья, всем привет! Пока вы смотрите вступление, приглашаю подписаться в телеграме на канал «Включай мозги». Это такой своеобразный агрегатор новостей, мнений, аналитики, интересных фактов, статей. В общем, всего того, что позволяет объективно оценивать происходящее и понимать картину мира. Если здесь видео я акцентирую на каких-то конкретных темах, то там больше вот именно какой-то такой актуальной текущей новостной информации. Вот, потому что по каким-то ежедневным обсуждаемым событиям, ну, нет смысла делать отдельное видео. Потому что видео, это, ну, как бы всегда занимает время, да, снять надо, смонтировать, выложить. Это не так быстро, и на каждое событие, ну, просто физической возможности нет делать обзор. И, в принципе, канал создавался не для обзоров текущих событий, да, я уже тоже как-то об этом говорил. Но вот написать какой-нибудь короткий пост с пояснениями, там, либо сделать репост мнения, которое я разделяю, как бы в этом смысл есть. Поэтому присоединяйтесь, к тому же там вы найдете близких по духу людей. Это у нас такой интерактивный паблик с возможностью общения и с возможностью обсуждения. Пожалуйста, ссылки в описании, переходите, подключайтесь, ну, а мы начинаем. Друзья, вначале я хочу сказать по поводу видео про европейские антикризисные меры, да. И, как бы, вот некоторые обиделись там или не поняли посыл и пишут, зачем я, дескать, смеюсь над проблемами людей. Кстати, если вы не видели это видео, то посмотрите, оно появится сейчас по подсказке. Ну, так вот, друзья, я не смеюсь над проблемами людей, я смеюсь над идиотскими решениями политиков. Людей мне тоже жалко, поэтому не надо воспринимать это близко к сердцу. И над людьми смеются как раз те, кто принимают эти решения. Потому что они-то в своих этих европарламентах, заседаниях, ассамблеях, саммитах, встречах, дорогих гостиницах, они будут чувствовать себя очень-очень хорошо и вряд ли сами будут соответствовать вот этим своим прекрасным советам. И это уже подтверждается. Вот премьер-министр Эстонии Кая Калас спалилась на рабочем месте с обогревателем. Так хочется спросить, ну как же так, Кая? Вы же недавно призывали население отключать холодильники. Видимо, специально для того, чтобы вы могли пользоваться обогревателем? Ай-яй-яй. А как же уверение в том, что для нормальной жизни вполне комфортна температура в плюс 17 градусов? Нет? Нифига не комфортно? Может быть тогда свитерок надеть, а не с декольте щеголять? Впрочем, сейчас, наверное, скажут, что это для дизайна он там стоял, а на самом деле он был выключен. Верим-верим. Поэтому, друзья, обиды и недовольства надо выражать тем, кто стоит за принятием этих решений. Потому что читать в 21 веке такие рекомендации, распространяемые на официальном уровне в Европе, ну это действительно смешно. Хотя понятно, что последствия такой политики в итоге окажутся весьма и весьма плачевными. Но не мы же в этом виноваты. Еще стали писать по поводу сбора хвороста в Польше, да, что я над этим посмеялся, что у нас есть такой же закон-праволежник. Ну, во-первых, он не такой же, да, во-вторых, ну с нами-то понятно, мы-то отсталая бензоколонка, как они говорят. Но они-то, прогрессивная Европа, которая нас поучает, а тут такая вот история, да. Вот от этого и смешно. Притом закон-праволежник, он не вызывает смеха, ну там реально нет ничего смешного. Я правда его прочитал. Там все направлено на заботу об окружающей среде и на заботу о человеке. Там нет идиотских требований, нормативов, которые есть в Польше. Ну вот смотрите, например, что там написано. Заботника граждане обязаны исключить возможность причинения вреда окружающей среде, в том числе принимать меры по сохранению лесных насаждений, очищать места от мусора и так далее. И что здесь смешного? Это как раз очень цивилизованные правила, и вас не заставляют ходить с линейкой и не дай бог собрать ветку там больше 7 сантиметров толщиной. А то что? Вот к чему это правило? В нашем законе нет такого идиотизма. И мало того, на уровне регионов там прописываются дополнительные памятки. ПАМЯТКИ, да, которые также направлены на безопасность человека и на сохранение окружающей среды. Вот послушайте, реально, как по-доброму сформулированы там некоторые моменты. Значит, собирать валежник можно круглогодично, делать это желательно в светлое время суток. Ну то есть видите, здесь все пропитано заботой о человеке, я не шучу. Ну потому что могут какие-нибудь болезненные люди пойти, например, ночью в лес, и это не совсем безопасно. И поэтому наши рекомендуют собирать валежник лучше в дневное время. Казалось бы, мелочь, но в этой мелочи содержится именно забота о безопасности человека. Дальше написано, складирование и хранение в лесу заготовленного валежника не допускается. Ну правильно, потому что это может стать причиной лесного пожара. И что тут смешного? Ну нет, правда, вот мне там написал один товарищ в комментариях, типа, почитай наш закон, а в валежнике обхохочешься. Ну прочитал, ничего смешного не увидел. Ну по крайней мере не надо ходить с линейкой, да, и не надо предварительно ходить на платные курсы. А смех мой был вызван тем, что это новости прогрессивных, демократических, европейских государств, которые идут в светлое будущее. Просто знаете, я думал, что светлое будущее, светлое будущее вот этих демократий, что оно выглядит, ну, несколько иначе, чем сбор хворосток зиме. Вот что было смешно. Ну а люди, что ж люди, ну, людей, конечно, жалко. И я вообще гуманист иногда, может быть, излишне, но это вот такая черта характера. Ну а теперь к основной теме, друзья. Есть несколько видео на канале о роли доллара и о возможном его обрушении. Эта тема так или иначе периодически обсуждается в различном экспертном сообществе, да, есть разная аналитика на этот счет. И мнения разных экспертов сходятся в том, что доллару должен быть кирдык рано или поздно. И все это подтверждается логическими выводами, там, математикой, анализом происходящего и так далее. То есть есть реально много признаков, которые позволяют увидеть структурные проблемы доллара. И всем известно, что, по сути, это пирамида с бесконтрольной эмиссией. И вот в последнее время проблемы Америки стали все сильнее, сильнее, сильнее выпирать наружу, да, изнутри. Что это за проблемы? Это внутренняя инфляция и гигантский госдолг. К тому же Америка стала использовать доллар в качестве санкционной дубины, вследствие чего все больше стран начинают задумываться об отказе от доллара как от универсальной валюты. И это неизбежно должно привести к обрушению доллара или к его обесцениванию. Потому что в мире накоплена вот эта вот нереальная просто масса ничем не обеспеченных долларов, которая разгоняет инфляцию, которая не может перевариться в экономическом организме планеты. Но есть упертые люди, которые говорят, что ничего с Америкой не случится, да, что все проблемы они решат и свято верят в вечно зеленый доллар. И вообще отвергают отсутствие проблем как таковых. То есть, как бы те проблемы, которые есть, они из-за проблемы не считают. Но проблемы есть. И самое интересное заключается в том, как Америка сможет их решить. И сможет ли. И тоже я как-то в одном из видео говорил, что американцы креативно подходят к разного рода проблемам. И что, возможно, они выкрутятся и сейчас из этой ситуации. Но как, да, вот это был главный вопрос. В настоящий момент все указывает на то, что кризис должен случиться, ну, я имею в виду в Америке. Потому что пирамида эта переполнена. Потому что этот мыльный пузырь раздут. Он обязан лопнуть. И мы видим, что действия по ослаблению России или там по подчинению Китая, которое, возможно, могло бы отсрочить крах доллара, вот, как бы, эти действия не дают пока должного результата, да. Мир стремительно скатывается в хаос. И крах доллара кажется неизбежным. А может быть, мы просто не туда смотрим, да. И на самом деле все идет по плану. И на самом деле фокус заключается в том, что то, что происходит сейчас, это как раз спасение доллара. И на самом деле, ну, это гениальное решение, да. Это, наверное, единственное возможное решение. Оно циничное, оно дерзкое, оно под благовидным предлогом. Но на самом деле это невероятный трюк, да. Это вообще, как бы, миссия невыполнима. Но они как-то смогли этого добиться, да. И нет никаких сейчас уже практически сомнений, что этого не произойдет. А дело вот в чем. Просто Америка – это страна, которая, стоя на крови обрыва, столкнет туда лучше кого-нибудь другого, да, чтобы не упасть самой. И поэтому вместо краха доллара случится крах евро. И вот тут реально встает все на места. И выход Британии из Евросоюза, и зеленая повестка, навязанная Вашингтоном в Европе, и адские санкции против России, и вот эта вот нестабильность, которая сейчас связана с военной операцией, все это призвано разорвать и уничтожить Европу. Но надо сделать одно небольшое замечание, что если это случится, то, ну, если евро рухнет, то крах доллара действительно отложится на какое-то время. Но сама проблема доллара не решится. Она просто отложится, как это уже было не раз в истории. И всякий раз они придумывали разные интересные выходы. И просто казалось, что вот уже нет вариантов. А вот он появился. Просто нормальному человеку сложно логически думать в таком ключе, да, и поэтому мы, как бы, такие варианты не рассматриваем. Что если не получается решить проблему за счет противников, да, потому что дураков в мире резко поубавилось, и обмануть дважды довольно сложно, то проблему можно решить за счет союзников. Не, ну а почему бы и нет? Для нас это странно звучит, потому что разные системы ценностей. Американцы действуют именно в этом ключе. Тем более, что союзники сами с радостью спешат сброситься с вот этого жертвенного алтаря в угоду гегемону. Кстати, в истории уже были похожие моменты, когда американская валюта на грани фола, да, и на грани там глобального падения и исчезновения вдруг неожиданно получала вторую жизнь. Это, например, отмена золотого стандарта, да. Да, доллар стал тогда стремительно обесцениваться, но выжил вдруг за счет саудитов и за счет перехода в стадию нефтедоллар. Да, провернули такое трюк они. Инфляция 80-х годов и предстоящий тоже крах доллара, как следствие, пережили за счет развала СССР и за счет получения рынка сбыта для доллара. Ипотечный кризис с 2008 года залили деньгами, которые сбросили на внешний контр, да, чем вызвали дикую инфляцию и кризис по всему миру. И вот теперь, когда подошли к очередному кризису, из которого, казалось бы, нет никакого выхода, вот же он нашелся. Просто ухлопать евро. И тогда за неимением альтернативы доллар опять станет главным убежищем капитала. И уже можно увидеть результаты вот этих действий по паритету евро и доллара, потому что впервые за 20 лет евро и доллар сравнялись, и даже евро теперь стоит ниже, чем доллар. То есть всегда было наоборот. Это говорит о том, что европейская экономика печатает просто бешеное количество денег, а значит, евро быстрее обесценивается. И все действия европолитиков, которые в ущерб здравому смыслу ухлопывают европейскую экономику, говорят о том, что, вероятно, такой план, и это спланировано. Ну, потому что они не могут этого не понимать. И они либо коррумпированы, либо компроментированы, либо зомбированы. Либо и то, и то, и то. Но результат-то достигается. И самое печальное, что простые люди в Европе никак не могут на это повлиять. И все вот эти митинги, они вряд ли на что-то повлияют, потому что это уже попахивает, знаете, такой махровой диктатурой. Одно выражение бербок, что только стоит. Да, как она сказала. Не важно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещания людям Украины. Ничего себе, тетя, да, ничего не перепутала. Ты как раз обязана именно избирателям, потому что тебя выбрали, чтобы ты представляла их интересы, а не чьи-то другие. Это уже не говоря о том, во что для Украины обернется такая вот поддержка, да, и такие обещания. И поэтому вряд ли возможные какие-то людские протесты смогут это как-то исправить, потому что европолитикам давно плевать на избирателей. Плюс мы знаем, как у них там проходят демократические митинги, да, водометом в Харю или там газом и в каталажку. И еще объявят внутренними террористами, фашистами, агентами Кремля и так далее. Западная свобода слова сегодня, к сожалению, не предполагает наличие альтернативного мнения, поэтому всех несогласных очень быстро прижучат. Так вот, что же делало доллар привлекательным все это время? Стабильность и низкая инфляция. И поэтому люди вкладывались в доллары, зная, что они потеряют свои средства, а кто-то и приумножал свои средства. Сейчас это, мягко скажем, не так, потому что даже не берем во внимание курсовые колебания, да. Санкции, заморозка активов, запрет операций, когда, например, какой-то банк или структура попадает под санкции, или страна, то замораживаются счета, да. Проблемы переводов, и, естественно, страдают от этого простые люди и компании, которые держали там свои сбережения в долларах. Короче, рисков стало гораздо больше, а фактор стабильности, он сильно снизился. Плюс проблемы с госдолгом, да, никуда не делись, вернее, с вот этими долговыми бумагами, с трежеризмом, потому что сейчас процентные ставки в Америке находятся на уровне 2,5%, а инфляция составляет 8,5%. То есть это означает, что вкладывать деньги в доллары в виде вклада в банк или в госдолг США, это фактически вкладывать их под минус 6% годовых. Вот поэтому доля доллара в международных резервах в последнее время сократилась и продолжает сокращаться, потому что заставить кого-то силой покупать токсичные долговые бумаги США у них не получается. Кроме того, доллар изрядно подпортил себе репутацию, да, после блокировки там резервов России, в частности, в последнее время. И многие стали опасаться, что сбережения отнимут и у них, и это справедливо. И поэтому стали перекладывать средства в другие валюты. И еще немного цифр. Дефицит бюджета США за 2021 год составил 2,7 триллиона долларов. Это очень много. И для того, чтобы покрыть этот долг, надо было напечатать денег. А чтобы напечатать денег, надо напечатать трежерис и продать их на внешних рынках. Но в текущих условиях покупать трежерис невыгодно из-за большой инфляции. И деньги вот Америке давать никто не хочет в долг. И это логично. Потому что кто же захочет давать деньги в долг под минус 6% годовых? Понятное дело, желающих нет, а дефицит есть. И приходится просто печатать. Просто так брать и печатать. Тем сильнее, разгоняя еще больше инфляцию внутри страны. И получается такой порочный замкнутый круг. Чем больше инфляция, тем еще менее привлекательным становится доллар. Тем он больше обесценивается. А это повод для протестов и нестабильности уже внутри США. Потому что приходится сокращать расходы, причем резко. Либо другой вариант отпустить инфляцию вообще в свободное плавание, в свободное падение. Наверное, лучше сказать. Но тогда это вызовет еще больше протестов и недовольства со стороны населения. И как вы понимаете, ни тот, ни другой вариант не подходит американцам. Одеваться-то некуда. И вот единственный логичный и рабочий выход в текущей ситуации, это обрушить чью-то другую резервную валюту, которая является конкурентным долларом. Даже несмотря на то, что это типа ближайшие союзники. Ну, подумаешь, какая мелочь. И тогда из этой валюты многие начнут перебегать в доллар. Хоть он и стал менее привлекательным. Но просто потому, что на самом деле выбирать особо не из чего. Потому что есть доллар, евро, юань и золото. Вот основные игроки. Причем золото это актив, но не финансовый инструмент. Потому что все системы, все настройки, свифт, транзакции, платежные системы, все это завязано именно на валюты. И евро здесь идеальный претендент на заклание, потому что является второй резервной валютой. Второй. Потому что на долю юаня приходится всего лишь около 3% мировых резервов. Это очень мало. А вот на евро приходится 20%. А 58% у доллара. Это все еще очень много. Но чтобы вы понимали, в 2000 году этот показатель был 71%. А учитывая общую долларовую массу в мире, это, конечно, очень сильное сокращение. Так вот, если никто не хочет вкладываться в доллар добровольно, то можно попытаться лишить привлекательности валюту ближайшего конкурента. Даже если это союзник. И если рухнет евро, то многие из него побегут именно в доллары, а не в юаня. Особенно какие-нибудь западные страны, которые дружат с Америкой, а при этом не очень дружат с Китаем. И, вероятно, для большего усиления двигается этот кейс с Тайванем, чтобы лишить Китая международной какой-то привлекательности. Чтобы и там создать зону нестабильности, не дать возможности развиваться юань. Хотя у того есть для этого все необходимые компетенции и ресурсы. Получается так, что создается напряженность, чтобы экономические процессы тормозились и были ниже политических интересов. И вот для того, чтобы убить евро, нужно было вынудить европейцев начать бесконтрольно печатать деньги в огромных количествах. Что спровоцировало бы очень большую инфляцию, что мы и видим сейчас. А это было возможно только в одном случае. Создать нереальные проблемы экономики, настолько серьезные, чтобы Европа начала печатать больше, чем США, затыкая дыры в бюджете своим печатным станком. Что и происходит сейчас ввиду вот этих антироссийских санкций и всех последующих за этим проблем для Европы. Усугубляет ситуацию и то, что проблемы были и раньше. То есть они не сейчас начались, не СВО в этом виноваты. Но они просто медленнее раскручивались. А в последнее время, с последними событиями, они начинают принимать лавинообразный характер. Где одно плохое накладывается на другое плохое. Потому что рост цен на газ в Европе начался задолго до спецоперации. Потому что сначала была зеленая повестка. А потом поляки начали эту тему, что типа не надо с Газпромом заключать длинные контракты. Потому что видите ли, Газпром слишком много с этого имеет. Типа давайте будем рынком определять стоимость поставок. И на тот момент спотовые цены были действительно ниже, чем долгосрочные контракты. И Газпром в 2020 году стоил на споте 140 долларов. В то время как длинные контракты стоили, по-моему, 200 долларов. Ну все правильно. На тот момент ведь не было такого спроса на спотовом рынке. Потому что у всех прекрасно были заключены долгосрочные длинные контракты. Притом вполне рентабельные и вполне разумные. Когда все от этого отказались, ну кто-то от этого отказался. Началась драчка в связи с ограниченным предложением и с тем, что каждый тянет на себя. Евросолидарность в этом вопросе сразу улетучилась. От нее не осталось и следа. А цены подскочили в разы. Понятно, что поляков на это надоумили американцы, скорее всего. Потому что они продвигали в Польше строительство терминалов по СПГ. А те уже заразившись этой идеей, заразившись этой мыслью, стали продвигать ее дальше. И надоумили как бы всех остальных. В итоге вся вот эта каниссель привела к тому, что газ в Европе находится в коридоре 2-3 тысячи долларов. Это в десятки раз выше, чем в предыдущие годы. И это еще не предел. Начинаются проблемы, производство останавливается, сокращается. У Европы образовался торговый дефицит. Они уже покупают чужих товаров больше, чем продают своих. Этого тоже никогда не было. Всегда было наоборот. Это говорит о том, что экономика начала сыпаться. Тарифы растут. Это затрагивает уже всех граждан. И чтобы сдержать рост тарифов, надо выделять из бюджета много-много денег, чтобы компенсировать людям этот рост. Они вот сейчас это делают. На Украину им нужно выделять деньги. И сейчас получается так, что раньше они согласовывали пакеты санкций против России. А теперь, как следствие этого, они согласовывают пакеты помощи своему населению. И вот этих пакетов с помощью наверняка будет больше, чем санкционных. Потому что проблемы никуда не делись и не денутся. Самое главное, что надо понимать, что дешевая энергия, она из воздуха не появится. И здесь надо заметить, что, наверное, у них была надежда на вот эту запорожскую АЭС. И поэтому они так лихорадочно за нее бьются. Прогнули даже МАГАТЭ. Это все понятно. Они вогнали в долги Украину и могли бы отбирать у нее энергию. Благо в Украине много остатков коммунистической советской эпохи в виде всяких там АЭС, ГЭС, ТЭЦ, ГРЭС и так далее. Все это было построено именно тогда и до сих пор работает. За 30 лет ничего нового построено не было. Но это другой вопрос. Своей промышленности в Украине не осталось практически. И поэтому европейцы вполне бы могли забирать часть энергии. Или всю энергию. Даже если бы самим украинцам пришлось сидеть без света, кого это интересует. А так проблема обретает новые очертания без возможности решения. И единственный способ борьбы с энергокризисом – это печатать деньги и субсидировать, кого можно вытянуть. И параллельно раздавать эти идиотские советы по экономии наподобие того, на чем я смеялся в видео. Бегать по лестнице, надевать два свитера и так далее. Ну, вернее, это не единственный способ. Есть еще способ запустить Северный поток-2 или начать культурно разговаривать с Россией и так далее. Но для европейцев, наверное, это слишком простой путь. Да, они не ищут легких путей, как оказалось. И поэтому приходится печатать деньги. И учитывая, что в долг Европе тоже никто не дает, то надо печатать просто так. Все сильнее и сильнее, разгоняя внутреннюю инфляцию. Иначе начнутся бунты. Они, в принципе, так уже начинаются потихоньку, но позже. Если бы не субсидии со стороны государства, то рост тарифов для населения там уже неподъемный. И инфляция в Европе продолжает расти. Евро ослабляется, доллар на его фоне становится более привлекательной резервной валютой. Хотя и тоже с очень большими проблемами. Но альтернатив-то особо нет. Поэтому европейская экономика может загнуться. И евро, скорее всего, придет конец. Он упадет на заклание долларов. Поэтому вот так вот союзники поступают с Европой. В принципе, нам это может тоже принести кое-какие плюсы. В том плане, что при крахе евро для европейского бизнеса встанет вопрос переноса производства. И тут Россия может оказать гостеприимство, например, предложить какие-нибудь выгодные условия, дешевую энергию и так далее. Другое дело, что этот вопрос, он был, есть и будет крайне политизирован. И этому, конечно, будут препятствовать еврочиновники, как это было, например, с вопросом покупки компании «Опель» Сбербанка. Когда уже согласованную сделку по политическим мотивам остановили только, чтобы не продавать технологичное производство русским. Но тогда была другая ситуация в мире. Сегодня же полное отсутствие перспектив получения дешевой энергии, ввиду непрофессионального политизированного управления в ущерб экономике и в ущерб бизнес-интересов, оно может сыграть нестандартно в этой ситуации. И здесь хорошо бы нашим бизнесменам, нашим бизнес-кругам, нашей мягкой силе начинать уже вести работу по налаживанию контактов и продвигать привлекательный имидж, зазывать к себе потихонечку, предлагая невероятно привлекательные условия. И на самом деле достаточно одного примера удачного переноса производства, и все это сработает как катализатор, потому что всегда сложнее всего сделать первый шаг кому-то, все там боятся, а что скажут, то же самое как с отменой санкций. А когда этот шаг будет сделан, то для других этот выбор станет естественен и несложен ввиду положительного опыта. Другим вариантом может стать то, что Америка скупит всю промышленность в Европе, и вот туда как бы все продадут с удовольствием. Но, во-первых, у Америки у самой серьезные проблемы, а во-вторых, это не решит проблему дорогого газа, а вследствие этого дорогой энергии. Впрочем, американцы могут потом начать ослаблять гайки, раздербанить сначала, а потом начать договариваться с нами о новых формах сотрудничества. А вот пойдем ли мы на это после всего того, что было, это большой вопрос. В любом случае, вся эта ситуация показывает, что Европа это зависимый, несамостоятельный, аморфный политический объект, который принял правила игры и послушно идет ко дну, прилагая к этому немалые усилия. Такое рвение, знаете, пустить бы в хорошее русло. Да время сейчас такое, что это практически невозможно. Нет в Европе политиков сильной воли, которые думали бы о народе и могли бы развернуть вот эту вот машину, несущуюся на всех парах, к обрыву. Поэтому, друзья, концепция временно изменилась, крах доллара отменяется, вместо него, скорее всего, погибнет евро. Ну, а мы поживем и увидим, что произойдет. Кстати, тут есть еще несколько аспектов. Вот доллар, несмотря на все его негативное влияние такое глобальное, все равно он пока еще является главной мировой валютой. И если рухнет доллар, то рухнет вся мировая экономика. Вся. И от этого пострадают все, в том числе и мы, просто потому что снизится потребление во всем мире. А из-за этого снизится спрос и, как следствие, цены на нефть, на газ. И нам тоже это будет не очень выгодно, потому что мы получаем от экспорта средства в бюджет. Впрочем, в таком случае можно будет направить все на внутренний рынок, сильнее стимулировать собственное развитие каких-то всевозможных производств. Но это все равно вопрос времени. Это переформатирование вообще всего процесса, такое вот глобальное, болезненное. Это выход из зоны условного комфорта. В моменте это всегда будет, конечно, иметь негативные последствия, какие-то потрясения, хотя в перспективе это открывает новые возможности. Поэтому сейчас обрушение евро нас, в принципе, устраивает. Это нас не сильно заденет. Продавать ресурсы мы все равно будем. Сейчас идет активное перенаправление в сторону Азии. И это позволит пройти вот этот период трансформации более мягко и укрепиться в экономическом плане. Потому что такая необходимость назрела, она не терпит более отлаганий. И она даст возможность создать альтернативную модель, развить стратегические направления и так далее. Ну а потом доллар созреет до своего окончательного фиаско. Вот такие дела, друзья. На сегодня это все. Подписывайтесь в группе в Телеграме. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok